Ага, надо бы микрофон включить. Надеюсь, теперь все отлично. Привет, привет, бобер. Мне очень хочется назвать тебе боберку, чего-то не знаю. Иван, привет. И Рахния-сан тоже. Привет, не знаю, стоит-таки включить свет уже, потому что все растемнеет. Может, сейчас будет супер ярко, но уже, уже солнце садится, и поэтому скоро станет совсем темно. Приветствую вас на нашем четвертом стриме по Mass Effect 3 с конца. Он же первый, ну, точнее, на самом деле, не очень первый, потому что мы смотрели DLC из пепла, взяли в команду Явика, это все, но это так себе DLC, честно говоря, в плане того, что отдельного сюжета там как такового толком нет, и Явик вполне мог быть абсолютно спокойным персонажем 3-го Mass Effect без каких-либо DLC, или, наоборот, без него можно было обойтись вообще абсолютно легко и просто, как это я сделал 5 лет назад, но, в любом случае, три сюжетных DLC, Omega, Leviathan и Stadel, они являются как бы отдельными, чуть ли не играми, считаем, их, ну, с отдельными сюжетами, которые, типа, если ты их пропускаешь, ты просто не знаешь об этом, оно никак не влияет особо на Mass Effect, хотя, возможно, там очки готовности галактики или типа того. Я не играл ни в одно из тех сюжетов DLC, сегодня мы эту, возможно, прискорбную утрату будем восстанавливать. Начнем с DLC Omega, сегодня пройдем его, а завтра, если все будет хорошо, пройдем в DLC Leviathan. Вот такие планы. Ну, а на следующих выходных, Цитадель и, собственно говоря, последний финальный стрим по Mass Effect, там у нас осталось две сюжетные финальные миссии и, в общем-то, и все. На этом Mass Effect 3 закончится и Mass Effect тоже закончится на стримах. Если планы не поменяются, то на следующий Новый год мы перепройдем трилогию, но уже в гораздо более упрощенном, упрощенном, короче, на высоком уровне сложности и немножко с реплеем, скажем-то так. Но погнали, погнали. Новый контент. Для меня, считайте, Mass Effect 4 на этих трех стримах продолжается. Еще бы найти где-то Origin, который должен быть включен, но он бы что-то не включен. Ну и ладно, значит, подождем еще пару, пару секунд. Ааа, как дела, спрашиваю, страхнее Сан? Да, в принципе, нормально. Сегодня довольно активный у меня был отдых на пикнике. Пострелял из лука. Отлично, хорошо побил тетевой по левой руке. Не знаю, не буду вам ничего показать. Все равно это очень тяжело показать, но, короче, неприятно. Была штука, которая, типа, вешается на руку кожаная специально для защиты, но ха-ха-ха, штука для защиты, и я вообще не совместил вещи. Просто пулял и бил тетевой по руке. Можно было, конечно, умудриться, я более чем уверен, не бить тетевой по руке. Но я научился стрелять из лука. На самом деле, научиться стрелять из лука и попадать в яблочко, это разная вещь, надо понимать. Но вообще стрелять из лука не так-то просто. Там есть своя целая философия, назовем это так. Правильное расположение всего тела. И прицелиться это одно, а выстрелить, чтобы стрела не осталась в луке, как-то было у некоторых. Или не просто упала рядом с тобой, ты такой, а, класс. Меткий глаз, прям сразу видно, попал точно в цель, если она была у тебя под ногами. Но, в общем-то, да, было в целом весело. Так, где... А, ууу, мы тут закончили на интересном моменте. Привет, Талли. Привет, Дази. Тут могла быть шутка про батю и защиту. Батю и защиту. Окей, окей. Музычка какая-то играет на фоне. Мы, в общем-то, играем. Среди недели у нас был стрим, где мы подбивали все итоги, все второстепенные миссии, последнюю сюжетную миссию перед финалом прошли на горизонте. Но все это в следующем... Ну, в воскресенье, я так думаю, что, говорят ли, мы как-то раньше все успеем. А сейчас, наконец-то, отправляемся в новое приключение. Прямо мое первое впечатление из самых первых, так сказать, уст, рук и все такое. Так. DLC Omega. Это куда? Точно не личная квартира. А доктор Брайсон, это вроде как Левиафан, поэтому методом исключения отправляемся в док 42. Что там по звуку можете тоже написать и все до того. Ты Брей? А, большой командир Шепард. И я, без моего автографа. Брайсон. Существуй меня, просто отвезай к Арии. Следуй мне. Так, где она? Ну иначе без звука. Не мое кино. Олег Петровский! Какой шум, Дази? Можешь описать по адекватности? А, понятно. Адекватней. И Дази. Окей. Ну что, Олег Петровский захватил в Омегу. Как вам такое, Илон Маск? На самом деле, довольно прикольный четырехсерийный комикс прикол к Омеге. Про то, как, собственно говоря, на Омегу нападают силы жнецов. Ария со своими ребятами их отбивает. Им на помощь приходит Цербер под командованием Олега Петровского. И, короче, оказывается, что это ни жнецы, ни черта Цербер, которые ставили эксперименты там на базе коллекционеров бывшей, которые мы якобы уничтожили, но всем плевать. Вот. И там, короче, произошел какой-то бунт непонятный. Ария и этот Олег Петровский возвращается туда. И там происходит черт знает что. И, короче говоря, Цербер захватывает Омегу. Ария отбивает Омегу. Но потом Цербер отбивает Омегу опять. И... Ария приходит Шепарду, и мы теперь снова отбиваем Омегу. Да, чё. Но самое веселое, конечно, Олег Петровский. Причем Петровский довольно неплохо. Будем читать. И, короче, что эта информация остановится там. Так что ты ее выгонишь? Нет. Есть секреты на Омегу, только я знаю. Секреты, которые будут дать нам стоп. Я могу сказать вам это. Петровский войска была точной и нестинной. Он не останется от этого, чтобы выиграть. Наш человек... Русский! Не сдается. Такая такая история идет очень долго с нами. Когда Омега снова я тебе дам вам все. У меня все. У меня корабли, Меркс, ИЗО. Все твои для войны. Да, ты дашь мне 800 тысяч очков. Готовности Галактики. Так что ты должен оставить Нормандию и их команда. Моя команда профессионалами. Давайте просто сказать... Я хочу вас всех для себя. А чё, без напарников? Чё за подстава? Не прописали диалогов для напарников. О, и, когда мы еще в Ситаделле, пожалуйста, будь дискрит. Раскомандовалась. Выгнал из машины. Сигнал мне, когда ты на дороге. Ари и я встретим тебя на командном корабле. Хех. Не могу ждать, чтобы увидеть, что все это такое. Да пошел ты. Бедная Омега. Да, вообще... Что? Почему я до Нормандии? Она говорит... Ария, тебе нужно покинуть Нормандию. Так же Ария высадила на Нормандию. Окей, хорошо. Великолепно. Я думаю, типа уже DLC началось. Встреча с лотом Арии. А, Арии. Давайте. Разнообразные корабли, как крейсеры и истребители, так и транспортные, сражающиеся под флагом Арии. У Арии есть флаг. И все равно загрузка цитадель. Что ж такое? Не щадит просто... О! У нас Ария напарников. Что она носит с собой? Катану и сюрикен. Что за отстой? Вообще дробовики это отстой. Начнем с того. Ну, Катану. Уж тем более. Ничего себе клеймор. Стопа урона. У него, наверное, дальность никакая. Или что? Или меткость никакая. Но все равно. Попробуем. Увлечить боезапас. Зачем? Пулем пробивать объекты. Урон ближнего боя. Нечего урона. Давайте точность, наверное. Ну и вот эту. Так. Пистолет. Сюрикен. Пистолет-пулемет. Давайте. Пистолет-пулемет. Гетов ей выведем. Так. И прокачать ее можно. Ничего себе. Ничего себе. Блин, что фигню какую-то качаю, абсолютную. Твою налево, Арию не прокачал. Я надеюсь, ее можно прокачать к новому. Или можно начать миссизан. Я надеюсь, ты планируешь обстрелить врагу? Именно. Мы положили себя, чтобы ударить удар, и мои силы учатся за счастье. Много может быть неплохо. Ассалт был планирован за неделю, Шепард. Для этого просто... Сиди назад. Дай мне спрятаться. Как ты начинаешь работать, Ария? Как все начинаются, не так важно, как они закончатся. Я все планировал, я ничего тебе не скажу. Сиди себе спокойно. Че я тут вообще забыл? Давайте к Левиафану переходить. Че, все? Делся Левиафан. Левиафан сидит такой, какой? Не знаю, кто это такой он такой. Шепард, я все спланировал. Много лет назад сиди тихо. Переходим к цитадели. Цитадель тоже, в сущности, какой-то. Я все спланировал, и сиди тихо. И финал. И в финале. Мы все спланировали, Шепард, сиди тихо. Крусер, я не у вас на плане лета. Удивай себя. Это Капитан Линц. Руководство, Уважение. Алфа Танго Зед. Мы уничтожили. Восстание. Продолжение следует... 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 а вот и шепард герой галактики с мстителем это в в в в в в в в Я не хочу это. Хорошо, что наша задача? Нужно ударить оборудование системной станции, закрепить Омега без оборудования, чтобы мои корабли смогут лететь. Если мы не будем, они будут выстрелены к битам, как мы были. Понял. Это то, что я привела к тебе. Ария, Релинкушение команды? Я верю, когда я вижу это. Я могу стать командой командой команды. Я знаю, куда мы должны идти, и ты можешь нас туда. Хорошо, давайте перейдем. Секунду. Повылазил какие-то оповещалки на полэкрана. Так, ракета. Ничего себе, ракета. Так, опустошение понятно. Бой, опять бич. Интересно. Вот так. Взбивать с ног противника. Абиотический босс. На пассивочку сначала. Естественно. Урон от умений. Щит, запас здоровья. Не урон. Урон от оружия. Урон от умений. Давайте от оружия. Сила щита. Всех. Так. Что за ракета? Концентрирует и спускает биотическую энергию в виде ракеты, разбрасывающей врагов на ИС-7 серьезный урон. Звучит хотя бы вот так, что должен быть прокачан. Твою налево. Что я нажал? Отмена. Так. Все по новой. Оружие. Отряд. А с другой стороны там авто тоже было неплохо. Прокачало практически, как я бы прокачал. Так. Противник весной биотических усомин у себя средний урон. Давайте прокачаем его. Или что это такое? Практически взорвание. Повышает скорость восстановления. Урон дополнительный. Дает вероятность 35%, что использование умений не потребует восстановления. Уличит на 100% времени, в течение которой поднятые цели могут быть взорваны. Проникать через щиты и барьеры, поднимая любую небронированную цель, хотя и с уменьшенной силой. Ну и ракету. Какая-то уникальная у меня ария. Давайте радиус повысим. Урон. Вот так. Еще пять очков на опустошение. Все. Теперь ария готова к битве. Кстати, и кодекс новый, который я не читал, так что еще кодекс почитать умудримся. Раз вician, за временем и победим. Сейчас nós неção стра sek했ания. Это та же выключает ареметаж. Где? А, чё, пал, ну? Отличное укрытие, просто великолепное. Атактона. Сейчас генератор рандомно чистит. Ё-хэвн-жоп, Джерал. Дайте угадаю, надо не справиться. Какие-то звёздные войны там, в принципе. Генератор рандомно чистит. Генератор рандомно чистит. Генератор рандомно чистит. Генератор рандомно чистит. Вửал в 3, 14, 15 будут включены и весь персонал должен приготовиться к переводу. Очень важная информация. В 4, 15 сектора надо запомнить. Победа человечества. Блин, которую я только умудрился поставить. Дальше. Эти камни должны быть остановлены. Прорывы системы безопасности. Бастионы, это что? Завербург. Бастионы. Так, сейчас, секунду. Кодекс дополнения. Давайте я вообще вот это почитаю, наверное. В 1151 году, когда первые поселенцы начали проходить через новый ретранслятор корон, многих первопроходцев заинтересовал возможность основания колонии... А, кстати, о чем мне не говорите, что микрофон, черт знает, как вообще меня слышно. Действительно, что-то, видимо, шумело все это время, но неадекватно. Так, через новый ретранслятор корон многих первопроходцев заинтересовал возможность основания колонии на детственной поверхности Иден Прайм. Обнаруженная колонистами превосходила самые смелые ожидания. Умеренный стабильный климат, благоприятные флоры, фауна позволили колонии перейти на самообеспечение практически сразу же. В течение следующих десятилетий на Иден Прайм переселилось несколько миллионов людей, которые занялись преимуществом земледелием. Новая колония быстро не только стала самодостаточной, но и начала экспортировать различные товары. В основном это были редкие растения, выращенные из селекционных земных семян. Однако в 2183-м мирная жизнь на планете кончилась. На Иден Прайм напал в спектр изгоя Сарен Артериус при поддержке союзных гетов. Незадолго после этого те же силы, так говорится Тадель, а соседний с Иден Прайм мир Теранова оказался под угрозой тотального уничтожения. Столкнувшись с такой угрозой, меньшая часть населения предпочла вернуться на землю, как и большинство колонистов на Теранове. Но правительство Иден Прайм решило не задаваться. В результате всеобщего референдума колонисты не только проголосовали за отказ от программы строительства эвакуационных кораблей, но и за снятие ограничения на эмиграцию на Иден Прайм, колонистов с Терановой, которые искали себе новый дом. В результате население Иден Прайм возросло, и чем бы не закончилась война, эта планета пока продолжает с гордостью нести знамя человечества. Понятненько. В 2183-м земные ученые обнаружили на поверхности Иден Прайм протианский артефакт. В процессе отражения атаки гетов Сарана Артериуса отряд капитана Шепарда оказался рядом с артефактом и изучил его. Объект, предположительно, маяк продемонстрировал капитану видеоряд, предупреждающий предстоящим вторжением жнецов. В процессе демонстрации цепи маяка оказались перегружены, и он взорвался. Ну так, конечно, да, но нет. Так, в смысле, хватит, пожалуйста, я буду читать все, весь кодекс, все, на этот стрим я буду читать весь кодекс. Несмотря на то, что совет Стадели не отнесся к видениям капитана как действительно ценной информации, комитет по палеонтологии совета проанализировал фрагменты маяка в попытках установить механизм, при помощи которого происходила коммуникация, обнаруженная ими оказалась не совсем телепатическая технология, которая упоминалась в докладах морпехов Альянса. Маяк был оснащен генератором полеэффекта массы, который позволял ему оставаться неподвижным и свести возможный сопутствующий ущерб в процессе эксплуатации к минимуму. Артефакт практически мгновенно сканировал визуальную и аудиальную нервные системы цели, а также зоны мозга, отвечающие за память. После определения экспертной системы функциональных особенностей организма слушателя, сложное программное обеспечение при помощи электромагнитного излучения и энергии невыясненного происхождения передавало заложенный в маяк изображение и звук. Принципиальное устройство было похоже на устройство популярной игрушки SimSteam. Чё? Чё за SimSteam? Это популярная игрушка? Расскажите мне. Все знаете про SimSteam, кроме меня. Но затрагивало больше механизмов организма слушателя. SimSteam взаимодействовал с чувствами, но не с памятью. Медицинский офицер Нормандии отметила, что маяк передал за секунду информации больше, чем SimSteam мог передать за несколько часов, и выдвинуло предположение, что передача ввелась для существ, физиология которых была полностью неизвестна создателям артефакта. Палеотехнологии считают, что необходимость расшифровки сообщений является незначительной недоработкой в технологии протеан, ведь им удалось сделать главное — передать само сообщение капитану. Так, а цитадель? Это, точнее, Омега где? Вот это Омега под контролем секрета Омеги? Это оно? Походу, да. Хватит считать смысл, Иван. Это новый контент. Это контент DLC. Поэтому мы должны весь контент DLC посмотреть. Иден Прайм я тогда пропустил, а теперь вот Омега. Генерал Олег Петровский — опытный стратег, один из наиболее ценимых призраком агентов. Во время войны первого контакта, будучи еще капралом, Петровский был унужден взять на себя командование отрядом и сдерживать наступление турианцев в течение недели. Когда война закончилась, он еще удерживал позиции, лично повидав жестокость турианской боевой машины. Несмотря на то, что его отметили и наградили, Петровский постепенно отдалился от альянсов, встав на сторону Цербера. Возглавив операцию по захвату Омеги, Петровский продемонстрировал, что является жестким администратором, способным изолировать или уничтожить нестабильных элементов, прежде чем они начнут угрожать власти Церберам до Омеги. Видите, вот мы сейчас узнали, кто наш главный соперник. Это важно. Это важно. Так, оккупация Омеги с Цербером. Разработанный призраком план захвата Омеги был элегантно исполнен. Экспериментальные особи под кодом названием Адъютанты, якобы бывшие из лаборатории Цербера за ретранслятором Омега-4, захватив транспорт, высадились на Омеге. Это краткий пересказ комикса, кстати. Цербер связался с Ари Тлок. Не знаю, если я читал Тилок. Ее называл. Впервые прочитал Тлок. Попросив ее помочь остановить беглых подопытных. Ну как попросив помочь, они уже напали на Омегу. Неохотно предоставив своих бойцов, Ария посетила генерала Цербера Олега Петровского на его корабле, чтобы наблюдать за сражением. Когда Адъютанты расправились с объединенным флотом Омеги и Цербера, Петровский и Ария бежали через ретранслятор Омега-4. Реймонд Аше, помощник Петровского, остался на Омеге, чтобы взять под контроль системы обороны станции к тому моменту, как подойдет подкрепление. Цербер, объявив о том, что защищает галактику от адъютантов, оккупировал Омегу. Так призрак укрепил свою власть над ретранслятором Омега-4 и космосом за его пределами. Без Арии на станции взбунтовались различные криминальные группы и фракции наемников, сражаясь друг с другом и с Цербером. Ария, поняв, что адъютанты лишь отвлекали ее внимание, пока Цербер захватывал Омегу, сумела бежать из плена и вернуться на станцию, чтобы организовать сопротивление. В какой-то момент Петровский приказал Церберу отступить со станции, но это оказалось очередным маневром, который должен был выманить Арию из укрытия. Уведя со станции свои войска, Петровский вызвал крупный флот Цербера и предъявил Арию ультиматум, либо она уходит с Омеги, либо теряет ее. Петровский угрожал уничтожить станцию, и Ария была вынуждена отступить, поклявшись, что она еще вернется и отомстит. Так, Ария Тлок. Будучи сильным биотиком, является единоличным правителем Омеги. Считается, что ей не меньше тысячи лет. Она опытный боец, дипломат и манипулятор. Безжалостная, умная и целеустремленная. Ария не намерена расставаться с властью над Омегой, и с ней приходится считаться. Несмотря на то, что Омегу захватил Цербер, а Ария была вынуждена скрыться, нет ни малейших сомнений, что она сделает все возможное, чтобы вернуть то, что принадлежит ей. Вот это дичевая запись в кодексе из всех, которые сейчас прочитаны. Типа. Брейки-ньюс. Кто такая Ария? И мы уже, типа, пытаемся вернуть Стадель. О, господи, Стадель. Омегу. И нам говорят, без сомнения она попытается вернуть ее. Да уж точно, сомнений никаких. Все, новый контент, посчитали DLC. Я за это деньги заплатил. А вы мне говорите, не читайте кодекс. Посторонний вход в воспрещен. Но мы не посторонний. Или они сзади. Понятно. Так, снайпера. Так, а где-то Мария? Давайте посмотрим на ее, этот, ракету. Хороший. Мне нравится. Привет, Мария. Все, восстановили. Как скажешь. Я прохожу Dio Stick Mass Effect 3 в первый раз жизни. Четвертый стрим с конца у нас по Mass Effect. Все такое. Штурмуем Омегу. Гриб, то есть, космический. Ария, молодец, прям вообще. Ария, ни разу на линию огня не вышла. Она сейчас кого-то убил в одиночку. А можно Ария будет всегда напарником, а не только в этой миссии. Так, мы сюда пришли. Да. Потому что сейчас был первый раз, когда напарник кого-то убил в одиночку. Честно говоря, я раньше думал, что рандеву — это не встреча. А что-то другое. Но благодаря стримам по Mass Effect, где очень часто я сплюсь о рандеву, как встречу. Почему я сейчас не сказал? А, точно, сказал рандеву. Опять рандеву. Так, улыбнитесь, вас снимают. А, стреляй! А, стреляй! Один раз, что называется. Играем. 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 И ждем further instrucctions. Так, улыбнитесь. Играем. 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 Я не знаю, о чем речь. Какие пафосные шаблоны в стекле сны. Так, я могу разбить стекло, кстати. Ни черта я не могу, даже встать не могу. Пуль непробиваемый стекло. Сразу видно, 22 век на дворе. Сушарик, блин, ты убиваешь их быстрее, чем я. Может, ты сама справишься? Сейчас нас просканируют. Опять ты не в тренде мемов. Сейчас в тренде мемы про Игру Престолов. Мариумея, я очень в тренде. Подписывайся на мой твиттер. Что-то странное. Что это за дистанцию? Какие-то стекло. Какие-то стекло. Это не хорошо. Ну, конечно, я смотрю, Цербер прям вообще чтит. Человечество. Полулысые женщины. Это не с Джек рисовали модельку? Кто-то стреляет, я не пойду туда. Мне страшно. Вообще, буквально недавно чуть не умер от лучажницы Ария. Какой черт я должен здесь быть? У меня сейчас флешбеки начнутся. Вьетнамские. Некоторые из моих мужчин. Ё-моё. Еще он светится. Узят твиттер. Твиттер как раз самый, как раз самый трендовый в 2019-м. Мариумея, я же говорю, ты-то как... Это ты, типа, не там находишься. Ты что, в твиттере сейчас самая жара. Там что-то в Евровидении, небось, какое-то, да, сейчас идет? Я уверен, в твиттере там сейчас такая жара. По этому поводу. Все Евровидение только в твиттере существует. И для твиттера. А, вот что, сочетался. У него генературе счета действует. Все понятно. Вообще, мне кажется, типа, твиттер сам должен проводить Евровидение. Твои тренды отстали на пару лет. Пффф, мариумеей, мариумеей. Поверь мне. У тебя какие-то нишевые тренды. А у меня как раз тренды тренды. Понимаешь, мемы про серии Новые Игры Престолов, это совсем не отсталый. Это как раз самое актуальное. Евровидение прям, которое сейчас идет, самое актуальное. А то, что вся жара в твиттере. Все мемы с твиттера, между прочим, кстати. Про ваш любимый Epic Games Store, мемы, по социальным сетям, разлетаются именно из твиттера. Потому что твиттер, ну, быстрее твитнуть, чем что-то где-то постить. Как он в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках. Что за знак когтей? Класс, пись, сопротивление. Какое сопротивление? Это не бандиты. Что за коготь? Я что-то пропустил за ваших трендов. В инстаграме твои актеры и ПВ кладут спойлеры каждый день. Ну, и постят свои фотки в твиттер. Очевидно, сразу же. Выложили в инстаграм ссылку на фотку в твиттер. И все. Не подходить. Ари, тут написано не подходить. Мы не можем пройти. Как ты думаешь? Или можем? Ты же говорила, don't fuck with Aria. На Амеге есть только одно правило. Если ты пройдешь первым... Да, мы вперед, короче. Ой-е. Я думаю. Аааа! Смотрите, тоже не проходит. Тоже села прям на картоны, на линии. Все, не можем пройти. Хотя она там, написано, не подходить. Она подошла, в принципе. И ничего не случилось. Ну, я не пользуюсь твиттером. Вылово это, господи, инстаграмом вообще. Если уж на то пошло. Я когда-то на инстаграме зарегался только потому, что... Мне надо было на каком-то сайте зарегаться. Я не помню, короче, что это было за дичь. Но там через инстаграм нужно было регистрации. Поэтому я зарегался на инстаграме, чтобы зарегаться на этом сайте. Я даже не помню, что это за сайт. Зачем это мне надо было. Вот. А потом мне еще понадобилось, чтобы для работы фотку. Я выложил ее в инстаграм, а оттуда ссылкой скинул. Потому что... Не мог скинуть иначе. В тот день. Это что, Кай Лэнг? Сзади. Что ты творишь? Что происходит? Когда прочитал спойлеры Игры Престола в инстаграме. Что это за робот-убийца? А, вот кто-таки бастион. А теперь мы прочитаем Фадекс. Ваш любимый. Несмотря на то, что вторжение на Омегу прошло успешно, вскоре Цербер столкнулся с проблемой управления населением станции. Многочисленным и непокорным. В качестве временного решения были созданы лагеря с силовыми оградами. Предположительно, это плазма, удерживая магнитным полем. По мере укрепления контрольной станции Церберу понадобились боевые единицы, способные проходить через эти силовые поля. Инженеры Цербера задействовали роботов Локи, принадлежавших наемникам затмения. Их снабдили мини-фабрикаторами Цербера, с щитами на нулевом элементе, добываемом на заводах Омеги, и дополнительной абляционной бронёй. Под именем Бастион такие роботы используются для подавления бунтов среди населения Омеги. Бастион может настигнуть цель где угодно на Омеге. Идут за твоей жопой уже. Уже прям... Бостон Дайнемикс таких роботов собирает. Даже на нижних производственных ярусах с сильным радиационным фоном. Он оборудован инфразвуковым и запаховыми маркерами, способными вызывать агрессию или панику у представителей различных видов, что удобно при рассеивании толпы. При необходимости Бастион может потратить всю имеющуюся энергию на создание мощного щита, блокирующего попытки взлома, бетического воздействия и оружейный огонь, позволяя работу продержаться до подхода подкрепления. В бою Бастиона использует стандартный дробовик. При получении критических повреждений Бастион разрушает алюминиевые радиаторы оружия, разбрызгивая вокруг себя капли металла, прожигающие броню. Это важно узнать, видите? Так, в сложных ситуациях Бастион переходит в режим Камикадзе, расходуя энергию щитов для увеличения вероятности уничтожения цели. Робот начинает двигаться быстрее, использует лезвие инструмент трона, поражая незащищенные нервные узлы и парализуя цель. Бастион также может выводить избыток тепла через одноразовые радиаторы, сжигая их материал для запугивания противника. Осталось только посмотреть, забас или боевар этот piece of shit, как сказала Ария, в этих роботах в игровом режиме. Я пока не вижу каких-то особых с ними проблем. Они просто на тебя бегут и умирают. И даже не взрываются, как написано в кодексе. Кодекс врет. Так, история Терли, который пытается в интернет. Отлично. Омега Терлу. Окей. Так. Батарея on State Arvis. Так, откуда вы лезете? Бесконечно, что ли, туда выходит? Нет. Три стопа, это значит, конечно. Да тебе же сказали, нельзя пройти. Они проходят, потому что у них есть специальный какой-то датчик. Нам нужно поступить, как в детективе Пикачу. Нам нужен кто-то, кто будет переносить тела людей в тела роботов. И тогда мы сможем пройти. Ария, я уверен. Что ты делаешь? Да, со стримом детектива Пикачу. Игры. Потому что там были проблемы с управлением и, типа, все на английском. Ну, вообще-то, типа, игра с 3DS, которая на два экрана рассчитывается. И его очень тяжело скомпоновать и нормально работать на эмуляторе. Ну, как по мне. Поэтому у нас был только один стрим, и то на час. Но в фильме мне очень понравилось. Так, ну, я знал про этого персонажа. Единственное, Турианка во всей трилоге Mass Effect. Потом, конечно, их будет миллион в Андромеде. Плюс еще в Андромеде есть ее брат. Сейчас еще про Найрин, почитаем кодекс. Так, третий напарник, третий в нашей команде. Давайте посмотрим, что она умеет. Кстати, Анулариа 0. Она, понятно. Турианская охотница. Повышает урон оружия. Так, стоп. Она биотика техник. Ну, больше техник, я смотрю, поэтому надо техническими умениями. Повышает урон всему отряду. И техническими биотическими, то есть теории. Так что пойдет. Так, подбрасывающая граната. Бросите эту гранату во врагов, пусть летят. Наносит большой урон. Описание, конечно, очень интересно. Главное, что большой урон. Биотические щитцы. Зайдщит, укрывающий от любого урона, но не дающий двигаться. Стройайте, используйте умение. Звучит как то, что я не хочу качать. Ну, ладно. Пусть будет. Перегрузка старая, добрая. Все понятно с ней. Больше там. Так, воспламенение старое, добрая. Личт урон. Урон. Все, прокачали. Он на самом деле довольно короткий. Я думал, уйдет часа. Окей. Короче, есть одна вещь, которую я хотел с вами всадить про детектива Пикачу. Это способность Mewtwo. Типа то, что Mewtwo будет в фильме детектив Пикачу. Это не спойлер. Он появляется вообще в первой сцене. Самый. Этого фильма. Но то, что меня очень странно удивило, это способность Mewtwo переносить... Причем сначала говорится человеческое сознание, а потом вообще выясняется, что типа вообще всех людей. Ну, всего человека. Покемона. По-моему, это дичь какая-то. Причем самое забавное, что я так понимаю, что детектив Пикачусь это игра, которая является спин-оффом основной серии покемонов. И вот это то же самое Mewtwo, который был создан командой R, Джованни, и в его лаборатории во времена событий самого первого поколения покемонов. В аниме это когда Эш пытался в Лиге Индиго в регионе Канта делать дела. И в одной из серий там есть небольшая сценка с тем, как Mewtwo вырывается. И потом первый полнометражный мультик есть про Mewtwo. Ну, типа то, что там Mewtwo может контролировать других покемонов. У него супер психические способности. Вот. Это нормально. Но то, что он может это делать, то, что я вам сказал, это очень дичево. Это, в принципе, тоже, ну, это очень такой софт-спойлер, если что. Вот. И мне очень понравился фильм, мне очень понравилась именно куча ссылок разных. Я читал отзыв одного человека, который сказал, что было бы очень круто, если бы они вставили в фильм мелодию из опенинга аниме самого первого сезона, который все знают. Типа там покемон, ты и я, вот это вот, мы сможем все, бла-бла-бла. Но, блин, господи, тремя разными способами эта мелодия есть в этом фильме. Тремя! А, чё? Короче, очень классно, на самом деле. Вот, и мы тогда прошли только буквально самые начаты Детектива Пикачу. И то, и то, сюжет, конечно, завязывается не так, как в игре, но есть отсылка, ну, интерпретированная сцена из начала с айпомами, например, это очень классно. Поэтому, блин, хочется теперь поиграть Детектива Пикачу по-нормальному. Но, к сожалению, для этого нужно 3DS, вот, и сидеть, играть, а не на стриме пытаться на эмуляторе. Увы. Смотрел. Мало того, что смотрел, Маримея, у нас Детектив Пикачу еще с 9 мая идет, а я посмотрел только в четверг вечером, после работы. Решил, а чё бы нет, чё, ну, в принципе, у вас как раз тоже четверга. Ну, как у вас, в России, насколько я знаю. А я приехал с Киева, и у меня по дороге кинотеатр на работу как раз, и иду в пятницу уже 10 мая на работу, и такое, читаю на плакате, написано, типа, 9 мая. Думаю, какого чёрта? Если бы я знал, я бы ещё продлил бы себе отпуск и сходил бы на Пикачу Ваймакс. Я так и планировал изначально, на самом деле, но, к сожалению, разница очень большая была между Мусителями и Детективом Пикачу. Я думал, как-то это всё замутить, потом думаю, а ладно, Детектив Пикачу, потом посмотрю уже по-обычному, а можно было замутить. Он очень классный, очень красивый, покемоны почти все очень классно сделаны. Меня очень смутил Генгар, который там есть, Покемон-призрак, как он выглядит в фильме, потому что, большое спасибо, что Пок... Пок... Извини, я не знаю, как считать твой никнейм, если ты здесь, если ты не бот какой-то, то напиши, пожалуйста, как считать свой никнейм. Который... Есть Генгар, там в один момент происходит парад воздушных шаров с покемонами, и там воздушный шар Генгара, как Генгар, ну, типа, как... как в мультике, как в игре. Генгар, Генгар. А в фильме Генгар есть в одной сцене, он вообще выглядит не так. Может быть, я, конечно, дурак, и это был не Генгар, но очень было похоже на Генгара, но при этом он выглядел очень как-то неестественно, не похожим на себя. Может быть, это был не Генгар. Но еще, конечно, то, что все покемоны почти, кроме Черезарда, по-моему, у которого есть чешуя, дракония, все шерстяные какие-то, это очень странно. На некоторых это выглядит очень странно. Хотя, по логике, наверное, да. Но, короче, фильм очень милый, на самом деле. А еще, еще, я сидел посреди зала, рядом со мной сидели две пары, одна слева, другая справа, и если та, которая справа, они, короче, скучали, по ходу дела, то слева, рядом со мной сидел мужик, а там женщина, девушка, я не знаю, короче, как она выглядела, но меня очень позабавило, потому что она шарит в покемонах, и когда она видела каждый раз покемона, такая, о, это уже, типа, тот покемон, тот покемон, а мужик, типа, сидел, не вдуплял, и я ее не видел, по итогу, но я такой, типа, я не знаю, как ты выглядишь, но, мой тебе респект, женщина, за это. И, наверное, надо, блин, возвращаться к просмотру мультсериала. На 11 сезоне я заглох. Стоп, а зачем я, что, у меня есть новое оружие, что ли? А, стоп, я могу этой, наверное, на Ирин, модификации. Так, самосветитель, она ходит. Ясно, понятно, вот, зачем мне смена оружия здесь. У меня очень поразоватки в Пикачу, там есть сюжет, но очень странные вещи, как, опять же, то же самое, возможно, это способность мюту была из игры, до таких Пикачу, поэтому тут вопросов нет. Но есть, другие вопросы, там, может, главный злодей покажется каким-то, мудовым. Ну, в плане того, что он очень странный. Еще что-то, типа, очень упрощенное, но на это не обращаешь внимания, потому что они сделали главное, они атмосферу сделали очень классную, как раз ту, которая нужна. И причем, это не просто тупо, знаете, если, мне кажется, выпустили, потому что очень странно это выглядело изначально, что на больших экранах будет детектив Пикачу, а детектив Пикачу, это спин-офф вообще, и о нем, ну, слышали не больше, наверное, людей, чем играли в него на 3DS. Просто про покемонов понятно было. И получается, там есть сцена с ловлей покемона, например, которая на основную, так сказать, часть покемонскую отсылает, но, как бы, игра на таких Пикачу немножко не про это. и фильм тоже. Немножко не про это. И он так очень плавно воет, и я, честно говоря, не удивлюсь, если, если в скором времени будет анонс еще одного фильма, именно фильма, не мультика, во вселенной покемон, но и уже, более, так сказать, хардкорного, который рассказывает про там, турниры какие-то, покемонские, про тренеров, и все это вот. И это будет здорово, наверное. Так. Ничего не понимаем. Так, если не смотрел ни одного аниме, фильма Пикачу, что делать? Посмотреть фильм «Детектив Пикачу». Вообще, типа, отлично. Охренеть, я туда пойду, только потому что, друзья. Отлично. С друзьями все, что угодно, можно привыкать, не все. Мари, не все. Поверь мне. Так, покемон это аниме для девочек, кто играл странно, что ты не знал. Во-первых, покемон это не аниме, а серия видеоигр. Давай, Мариме, я тебе порву шаблон. Я всегда люблю рвать всем шаблон насчет аниме покемонов, потому что аниме по покемону это самая большая реклама во-первых, ever, во-вторых, видеоигр ever. Потому что в мультсериале про покемонов рекламируются игры про покемонов. Там все, как в играх, только типа Эш главный герой, а не игрок. И Эш никогда нигде не выиграют окончательно. Почему? Потому что ты посмотрел мультсериал, увидел новое поколение покемонов, они вообще в какой-то момент перешли к тому, что каждая серия покемонов новая, это реклама нового покемона. Вот прям. Я вам это гарантирую. В какой-то момент это стало супер прям бросаться в глаза. И типа у мультсериал покемонов сезон длится настолько долго, насколько долго не выходит новая игра про покемоны. Точнее, там она может разбиваться на 2 или на 3 сезона, но события, которые происходят в глобальном мультсериале, они не двигаются с места. Все происходит в одном регионе, те же самые локации, пока не выйдет новая игра. И тогда выходит уже, ну, Эш отправляется, оставляет всех покемонов, кроме Пикачу, отправляется в новый регион, снова встречает девочку, у которой ломается велосипед, или типа того, на самом деле не типа того, а так и есть. снова вдруг откуда ни возьмись влазит Брок, единственный персонаж, который не меняется там никогда. Они сами сейчас справились, я могу вам рассказывать про что угодно, они справились сами, это великолепно делся. Так, можно зайти, я смотрю. И все по новой. Ну, а честно говоря, я застопорился на 10-11 сезоне, потому что там они вели женского персонажа, который якобы типа как женский главный герой, и она типа, ну, раньше как было, раньше вот Мисте та же самая, она была просто тренером водных покемонов, вообще она является, черт побери, в игре лидером стадиона, но ее сделали таким типа женским персонажем довольно прикольным. Вот, потом была Мэй, она рекламировала по сути новый функционал покемонов, это фестивали. То есть можно быть не просто тренером, а можно заниматься фестивалями. Я не вижу его дым. Вот, а Доун, которую вели в 10-ом сезоне, она просто, просто с нуля тренер покемонов. И ты такой типа, че? Я 10 сезонов наблюдал за Эшем, он как был нулем в тренерах покемонов, так и остался по сути. И более, что он сбрасывает своих покемонов каждые 2-3 сезона и начинает с нуля. И у него Пикачу на самом деле по игровым механикам должен быть уже там сотов уровня давным-давно, но почему-то в угоду сюжета естественно его Пикачу тиков окапится на каких-то рандомных диких покемонов выйти по-толу. Неважно. Важно то, что опять начали показывать, как с нуля становиться тренером. И это очень неинтересно наблюдать за этим, потому что ты такой, ну я уже это все видел, проблемы все те же. Но опять-таки, типа, с другой стороны, а кто смотрит покемонов целиком, кроме меня? Ну найдутся, конечно, пару-тройок таких людей. Но в целом ты можешь начинать покемонов. Ну вот, допустим, выходит новая игра про покемонов, ну вот, на Nintendo Switch, да, выходит новая игра. Выходит новый сезон, где все по-новой будет. Я не знаю, уже вышли там покемоны на Nintendo Switch или нет, вышел ли новый сезон или нет. Так, ну 24-й или 25-й уже сезон. И тебе не надо смотреть все 23 сезона предыдущих. Ты просто можешь наблюдать, а там как вот они встречаются с теми же чемпионами на стадионах, проходят те же испытания, что и ты в игре. И прикольно. Ты такой, вот да, да, классно. Я тоже тут был прикольно. Вот для этого существует мультсериал по гимнам. Так как у меня нет консолей Nintendo, мы одних покемонов проходили целиком на стримах, и это было примерно как прохождение масс-эффекта по количеству стримов, и последние стримов 20 мы просто тупо гриндели уровни покемоном, то я бы не сказал, что там очень много классных геймплейных элементов, мини-игр и прочее. Господи, что за Вьетнам начинается? Десант просто какой-то бесконечный. Но мы походу перепрограммировали их пушки, и сейчас они все умрут под огнем пушек. Но основная корр-механика битвы покемонов там, конечно, не то что. Но, возможно, у современных уже частей все кланничусь. Сейчас был крик Виллигелема какой-то. Или что? Ё-моё. Не, но кинса завезли, конечно, DLC. Сейчас бы аниме смотреть. Вот именно. Женский пешенаж до 11-70 женский. Ну, во-первых, 11-й сезон покемонов вышел в 2010-м году. По-моему. И если не в 8-м даже. Поэтому это уже давно было. Так, дофиг кто смотрит, говорю, я даже вживую видел коллекцию карточек покемонов женских населения фанатеет покемонов. Ну, понятное дело, почему женское население фанатеет покемонов. Милые зверушки, как бы. Тут вообще без вопросов. Коллекция карточек покемонов? Маримея? Коллекция карточек покемонов и фишек это еще из моего детства. У меня пакет где-то лежит. Я могу в принципе достать. Даже фотку где-то выкладывал. Как раз во времена, когда мы играли в покемонов. Так что сейчас кстати мерча по покемонов не так уж много именно вот такого. У меня справочник чемпиона покемонов вообще есть книжка. Но она в шкафу. Сейчас. Безопасно здесь. Че? Я чувствую как сидеть здесь. У меня нет интенсивности о том, когда девочек соблазнять будешь. Да не, поверь. Вот если бы это была та, которая сидела по левое плечо на фильме, то да. А в целом покемоны типа многие считают, что покемоны реально это аниме, который выходил в 90-х. И все. Ну типа это реально это очень просто. Я разбивал шаблон многим людям, которые когда выходил Pokemon Go, это уже было 3 года назад или 2 года назад. Вот. Они такие о, покемоны это же типа вот аниме было в 90-х, смотрел там по телеку пару серий бла-бла-бла. Это чувак. Аниме в 90-х? Ломающие новости. Это аниме выходит до сих пор. Почти каждую субботу новый эпизод. А потом следующая ломающая новость. Чувак, это все реклама видеоигр. И такие, чё, были видеоигры по покемонам? Есть ссылка типа. Я такой, ссылка, консоль Nintendo. Есть ссылка только в Сибирь, где у тебя найдется время в них играть. И так уж много карточная игра по покемонам, обильная игра покемоном, Pokemon Go. Точный реломерч. Ну, может у вас тонны реломерча, у меня тут нет мерча никакого по покемонам вообще. Ну, Пикачу только продаются и все. Плюшевые. вот такие, но при этом огромные с всратой мордой. Вот я буквально пару недель назад, когда ходил, искал подарок для человека, который приезжал к нам в город на пару дней. Такие всраты Пикачу. Просто. А карточная игра покемонам какая-то типа по-моему не очень, не? Не знаешь, конечно, пока она должна пока работает она там норм. Я знаю, но она какая-то там очень замудрена. Про Европу, Америку, Японию. Ну так тем более в Японии существуют специализированные магазины по покемонам. там только покемоны продаются всякие плюшевые, пластмассовые, карточные, консоли по покемонам. Это понятное дело. В Америке тоже такие есть сто пудов. Значит, Европа не знаю. Нарин есть милитарь тренинг. Я знаю, что Нарин нормальный персонаж еще тупить. Ты же говоришь кадрик девушек. Я буду ездить в Японию кадрик девушек. Но если ты мне заданачено билеты в Японии? Какой брейк дианта вообще? У нее же был ручной батареанец антур. Если ты думаешь что я позволяю тебе выставить грязную дорогу через эту кампанку ты не ошибся. И если ты думаешь что меня меня то вы можете попробовать. В время и уходя этот бункер придет рекон и секретный доступ к многих статей. Я бы обеспокоился если быстрее очистить операцию и видеть что все станут мягко. Что ты сделаешь? В проверяем на мои силы. Сейчас Я хочу знать, как много выживали в ассортах, before I can plan the attack. It won't take long. Join me at the command console when you're ready. Ну, ты можешь с ней поговорить, чтобы она поет, что происходит. Ты удерживаешь барьер. Есть нюанс. Тут закрыто все, понимаешь? И ты тоже. Понимаете, тут все закрыто. Барьер нужен в двух, типа, моментах. Если бы была эта переборка открыта, и там был, допустим, открытый космос. И нужно было держать, чтобы нас всех не высосало туда. Либо, если на нас нападают, вы держите щит. А сейчас это не имеет смысла. Изучаем биотические поля с Терлом. Образовательная передача. Что? Звучит Харпуан. Нет, не используя. Нет, не используя. Звучит Харпуан. Нет, не используя. Звучит Харпуан. Ничего себе, у тебя тут база. Хакер. Похоже на душ. Что это? Звучит Харпуан. Субтитры сделал DimaTorzok знаешь я типа покемалов смотрю можно тебе покадрить мышь и не у нас нами так где это на ирины с ней хотел поговорить с какой-то и и мы это что-то сборище туре анс рюк это рюк из тетради смерти расчет про аниме значит мы сюда вернемся вот на ирин да не хочется он со мной говорить когда сам захочет а подойди ей можно переодеться честно или нельзя поговорить на 1 перес я понял ну блин я ж не пью дипай а а о а в в в и в в в в в в в и генерал хестом сетап everywhere из контролем access across the station мне кажется это он сорианс очень тяжело общаться с людьми что зовут аз а все говорят на английском мире будущем спойлер алерт скорее всего на ирину является лидером этих когтей или участвует да я видел на ирина другом конца стоит с нельзя было поговорить тебя там не вообще брейд и не на минутку это шум focus on getting the talents on board shepherd i'll meet you at the armory exit when you're ready to go but don't keep me waiting yes what is it got a minute we need to get going but what's on your mind once we recruit the talents how do we reach the general i'm working on it his command center set up an afterlife no doubt a deliberate move to piss me off don't let it get to you he wants you off balance anger helps me focus those strange force fields are blocking access to much of the station including afterlife so after we complete our current objective i'll be looking for a way to get around them enough talk is there anything else or can we move on tell me about this murk game we're looking to enlist they're drug runners and cut throats but they're highly organized that sets them apart they appear more civilized than say the blood pack but at their heart they're just as dishonorable will have to appeal to their last and gree to get and keep them in line anything else you need to know tell me more about petrovsky and presume to sit on my throne that's all that matters i get you hate a maria but i need to know who we're up against да в кодексе может прочитать кажется интересно будет не убивать petrovsky потому что принципе он тоже не очень был в восторге от того как призрак решил заходить омега потерял кучу своих людей это кросс экзаминейш на увы because time is of the essence it seems like there's more than a green than meets the eye you mean her disappearing act honestly i'm not concerned if it was anyone else had want blood but nairin's a variable i can control she believes in a code of ethics she she and her you must obey the interest at per the opposite of track right our connection was powerful the doomed nairin demonstrated zero flexibility she couldn't put up with the challenge of my life that's all your getting or that's all you're getting out of my life that's all you're getting out of my life that's all you're getting out of my life you're gonna love you now good I'll meet you at the exit by the armor so you're getting out of my life что прям какой-то этот реально мини-игра в игре свой хаб есть все такое какие свои загрузки похоже на второй масс-эффект нечислили 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 мы их обеспечиваем, потому что они хороши или потому что мы поедем их канон подожди мы их используем, потому что это только игра в городе ты собираешь, что они скажут? спокойнешь, шефард это как работает на Омега просто дай мне оборудоваться и Командир, серверсовские силы взбеждают выглядит как атака на талет так но хотя бы шепард в кат-сцене ходит всем оружием который надо уже прогресс красный песок надеюсь столестница не такая большая как кат-сцене а серьезно и чё Я, конечно, многое понимаю. Что такое шлюз? И зачем я это все делал? Продолжение следует... Так, и по итогу. Там я получил полторы тысячи кредитов, тут апгрейд. Но ничего из этого не продвижение по сюжету. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...